В Донецком агентстве новостей 3 мая состоялась пресс-конференция на тему преступления Украины против экологической безопасности Донбасса. В свое время высокая концентрация промышленного производства в регионе создала огромную нагрузку на биосферу. Донбасс является одним из крупнейших центров угольной промышленности на европейском континенте, что обуславливает наличие на территории ДНР значительного количества угледобывающих шахт, связанных между собой единой системой гидрологической связи шахтных вод. Обстрелы со стороны Украины были аварийно обесточены, частично повреждены и в последующем затоплены отдельные выработки семи угольных шахт, расположенных в зоне боевых действий на территории республики. Это создало критическую ситуацию как для остальных шахт, связанных с ними единой системой гидрологической связи, так и в целом для окружающей среды. «Мы постоянно это говорили. Мы говорили представителям ОБСИ о том, чтобы они это фиксировали в своих отчетах. Мы просили различные организации, в принципе представителей ООН, которые сюда приезжали неоднократно, о том, чтобы они это фиксировали и могли как-то повлиять на Украину». Часто обстреливаемая Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции являются не менее опасным источником возможной экологической катастрофы. «С начала боевых действий фильтровальная станция обстреливалась более 40 раз. Зафиксировано 77 попаданий. По причине повреждений линии электропередач останавливало свою роботу 23 раза. Также вчера, 2 мая, в 18.40, по оперативной информации, следствия боевых действий и повреждения системы электроснабжения. Фильтровальное было остановлено. Водоснабжение городов Донецкий и Синовато переключено Верхнекальмской фильтровальной станции». На фильтровальной станции очистка воды осуществляется с помощью хлора, который является химически опасным веществом. В случае возникновения аварийной ситуации, приводящей к разрушению емкости с хлором, глубина зоны химического заражения составит более 6,5 квадратных километров. Площадь заражения – более 140 квадратных километров. Развитие этой ситуации влечет за собой эпидемиологическую катастрофу. «Дополнительный протокол 1 к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Статья 35. Запрещается принять методы или средства ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный долговременный и серьезный ущерб природной среде. Статья 52. Гражданские объекты не должны являться объектом нападения. Гражданскими объектами являются все те объекты, которые не являются военными». В течение двух месяцев в Минске обсуждается тема экологии Донбасса. В ходе встреч контактной группы уже были представлены риски по Авдеевскому коксохимическому заводу, Зержинскому фенольному заводу и многим другим объектам. Поэтому тема экологии на следующем заседании в Минске 15 мая будет стоять на первом месте в повестке дня. «Чего мы будем требовать? Значит, у нас создана совместная инспекция. Поскольку большинство специалистов, которые обслуживали раньше за линией раскраничения данные объекты, находятся у нас, мы требуем допуска наших специалистов для инспекции на объекты, критически важные для нас». Сергей Михайлов, Илья Летодиани, Новороссия ТВ. Продолжение следует...